Здравствуйте! Сегодня напишем 13 и 14 диктанты для 4 класса. Тональности будут несложные, но мы возьмем небольшую тему. Первая тональность будет у нас соль-мажор, вторая тональность фа-мажор. Однозначная. В соль-мажоре фа-диес не стоим при ключе, в фа-мажоре си-бемоль. Диктанты у нас теперь идут на 8 тактов. Все, мы возвращались с 4-х шеститактовыми диктантами, требования у нас чуть-чуть изменились и больше времени дается на написание диктанта, поэтому будем писать теперь опять шеститактовые диктанты, проигрыванные 10. Ну, мои ребята только обрадовались этому, потому что как-то вы знаете, шестик, и не сюда, не сюда. А здесь хорошо все получится, я надеюсь, у нас. Тема новая у нас будет параллельно-переменный лад. Что это значит? Мы будем с вами гулять в диктантах из соль-мажора. Какая параллельная для соль-мажора фа-нависть? Ну, я надеюсь, вы назвали ми-минор. То соль-мажор будет... И вдруг... Пришли к ми-минору, к ми-минору, соль-мажору, к ми-минору. Такой параллельный переменный лад. Новые знаки не появляются. Не будем играть на ми-минору, а ре-диез гармонически будет. Соль-мажор натуральный и ми-минору тоже натуральный. Распиваться пойдет мы с вами будем перед диктантом номер 13. Сразу в двух тональностях. Поем соль-мажор вверх, только вверх. И сразу ми-минор натуральный. Поем по диктатам соль-мажор. Соль-мажор, рей-по-нависть, соль-мажор. Пойдите. И два призвучия. Соль-си-рэ, ми-со-си, соль-си-рэ. Вот такая вот. Раз, соль-мажор. Как красиво. Диктант номер 13. Соль-мажорный. Играть я его вам буду, как обычно, в три раза. А вы еще себе ставите раз в семь. Играйте диктантом номер 13 в первый раз. Играйте диктант. Этот диктант вам, ребятам, показался очень простым после наших 6 тактовых непонятных за тактами. Он, если вы заметили, без за тактов, и размер здесь будет примерно 3 четверти. Сейчас с дирижированием мы вам сыграем. Так, в левую сторону дирижировать. Я думаю, это достаточно простая. Диктант, можно сказать, вариантом повторного строения. Начинаем его с солью и солью. А второе продолжение, посмотрите. То же самое, но уже в параллельной тональности. Вот наша параллельная переменная. Так, играю с дирижированием. Простой этот, да? Соль мажор в ноги такой. Так, ну и давайте послушаем его контрольный раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Решила сыграть чуть-чуть помедленнее. Обычно первый раз в авторском темпе, побыстрее. А для того, чтобы его написать, это спасибо всеобщему музыкальному диктанту, а не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз быстро, а второй раз помедленнее немножко. Так, ну и диктант номер 14. Фа мажор. Аналогично. Раскрываемся с вами в фа мажоре. Параллельная тональность на терпе малую вниз будет ре винор. Поем их помчая по мажоре и потом ре винор натурально. Гот? Редактор. Редактор по салюту. Редактор по салюту. Призвучает? Редактор по салюту. Вспоминаем нашу модель с лигой. Когда мы четвертную лягуем с группой из четырех-шестнадцатых. И помним, что первая, если мы начинаем с нотки Фа, она четвертная. И дальше она идет группой из четырех-шестнадцатых. То мы записываем ее Фа четвертную и лягуем ее с Фа шестнадцатой, которая начинает группу из четырех-шестнадцатых. У меня некоторые ребята до сих пор лягуют Фа и Ми. Я говорю, зачем вам тогда Лига, чтобы показать штрих, что они связаны. Но, конечно, нет, спасибо диктантам. Мы этого не показываем, как правило, на этом этапе лечения. Поэтому мы лягуем, чтобы показать, что нота не повторяется. Так бы у нас была... Видите, вот мы ее не повторили. Она удлинилась еще к лиге на одну шестнадцатую. Вот такая вот модель у нас будет. Подробнее я не рассказала в прошлых видео о диктантах. Так, ну и давайте с вами послушаем. Играю вам первый раз. Играя Вот такая интересная штука получилась. Как будто мы заканчиваем броневой диктант. Мы один-то начали примерно броневой переход. И мы тут закрепили броневой. Я пыталась здесь остановиться. Но решила, а что это у нас будет? Модуляция? Модуляция пока еще рановата проходить. Модуляция это переход в новую тональность с закреплением в ней. Поэтому мы на Ре ловились, а потом мы спокойно. Вернулись в фа-мажон с помощью двух ног. Получается концерт на спе. Ре, ми, фа. И вот мы уже в фа-мажон снова приносим. Погуляли. Вернулись в фа-мажон. В этом диктанте, если вы заметите, есть затакт. Причем маленький, на одну восьмушку. Значит, в конце у вас будет этой восьмушки не хватать. Можно было бы оформить затакт двумя вариантами. У нас там две нотки. Вот я расторчатый четкий, да? Заметите, надеюсь. И можно было сделать восьмую паузу. Или... Переезжать до самого конца с помощью точки, но чуть-чуть короче, чем половинка. Ну, у меня здесь будет... Послушайте, как? Я, наверное, даже лучше сейчас постучу восьмыми, тогда вы все сможете наиболее точно вычислить. Если вот эта последняя нотка длится две восьмых, два стука, то, значит, здесь идет восьмая пауза. Если же она длится три стука, это будет четверть точки. Послушайте. Я думаю, что это будет восьмой паузе. Со стуком восьмыми стучу, восемь штук восьмых, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Субтитры создавал DimaTorzok Все. Три, да? Три раза, если вы заметили она отбилась, значит, мы ее запишем с точкой. Так, играю дикталл в номер четырнадцать с контрольными басами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все. Ставьте себе в каждой диктанке. Еще раз по семь. А мы идем уже на пряди. Диктант номер тринадцать. Соль мажор, тире ми минор. Начинаем в соль мажоре очень просто. Пунктирный ритм, правда, сразу. На одну четверть у нас идет две нотки. Одна из них короче, вторая длиннее. Та-та. Это у нас соль-ля. Пунктирный ритм. Соль-фа-мира восьмушки. Соль-си-ре крупный пунктир. Четыре с точкой восьмая трезвучие. До-си-ля восьмая дверь снастых. Си-соль-ля по восьмушке. Соль-половинка-ре скачок на четверть. Очень просто все. Второе предложение. Начинаем аналогично, но в ми миноре. Ми-фа восьмая с точкой шестнадцатая. Миры до-си без всяких знаков. Четыре восьмушки. Ми-соль-ми-си. Три звуча фигурируем. Ломаем беды этой звуча. И в конце прям ход по звукам доминантового септаккорда. Хотя мы его еще не проходили. До-ля-фа-ре. Фа-четыре с точкой. Ре восьмая. До-ля-две восьмушки. Ну и соль-половинная с точкой. Слушаем диктант. О, звонок. Сейчас мои малые прибегут. Вот они любят бежать и начинать стучать мне в дверь. Я специально закрываюсь, чтобы они ко мне не попали. Подождут чуть-чуть. Мы сейчас с вами допроверим, а потом я их запущу. Так, значит, диктант номер четырнадцать. Фа-мажор. Четыре четверти за такт. Этот диктант оказался для ребят сложнее. Для первой группы, а второй. Сейчас его будет писать. Посмотрим. Так, значит, начинаем мы из за такта. Восьмушка до. Скачок на лирическую сексу с пятой на третью ступень. До-ля. Ля-четверть с точкой. Соль-восьмая. Фа-ми-фа-ля. Четыре восьмушки. Три звуча второй ступени. Соль-си-бемоль-ре. Две четверти однополовинные. Ми-ре-до. Четыре две восьмушки. И вот наша фигурка. Фа. Залегована с четверть фа. Залегована с первой из четырех шестнадцатых. Тоже фа. И дальше ми-ре-до. Лигу ставить не вот тут, где штили иногда некоторые рисуют, а вот там, где нотки. Лигуем всегда нотки. Так. Фа-ми-ре-до. Си-до. Пунктирный ритм. Восьмая с точкой шестнадцатой. Си-ля-соль. Восьмая двернадцатая-ля. Здесь я обошлась без пауз. Хотя, конечно, можно было бы сделать паузу, но у меня все держалось до конца. То есть ля-четверть с точкой и повторного строения диктант до, то есть до восьмушка за такт ко второй строчке. Это у вас должна быть уже вторая строчка, просто я пишу оба как. А вы пишите не оба как. Вы пишите четыре плюс четыре такта на каждой строчке. И, значит, это у вас конец первой строчки за такт ко второй. Вторая строчка начинается, как и первая, чуть-чуть изменяется. Ля-четверть с точкой. Соль-восьмая. И мы пошли вниз восьмушками. Фа-ми-ре-до. Дальше. Си-ре-соль. Что-то мне так нравится. Вторую ступень фигурировать. Тут секс-таккорд второй ступенью получился. Ну, красиво звучит обычно. Когда мы сочетаем тонику и вторую ступень, потом доминанту берем. Если хотите сочинять музыку, можете такие последовательности включать. Си-ре-соль. Три четверти. Фа-ми. Две восьмушки. Ре-фа-ми. Ми-четверть с точкой. Ля-восьмушка. И вот мы как будто в ре-минор пришли. Ре-фа-ми-ля-ре. Все. Но нет. Мы сделали ре-ми-фа и вернулись в фа-мажор. Ре-четверть с точкой. Ми-восьмушка. Фа-четверть с точкой. Тоже без восьмой. Обошлись. Слушаем. Музыка. 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 Вот еще два диктанта у нас позади. А мы желаем вам удачи и мира. Музыка. 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 Музыка.